Всем привет! В этом видео я покажу, как проверить и отремонтировать аккумулятор электрического велосипеда. В первую очередь, перед проверкой аккумулятора необходимо проверить зарядное устройство, выдаёт ли оно правильный ток. У меня аккумулятор рассчитан на 48 вольт, значит, зарядное устройство должно выдавать тоже эти 48 вольт. Для этого используемся мультиметром. Подключаем зарядное устройство в сеть, берем мультиметр, устанавливаем переключатель на замер напряжения 200 вольт постоянного тока и подключаем к этому разъему два вывода. Центральный красный это плюс, а боковой это минус и меряем напряжение. Напряжение равняется 54 вольта, значит, зарядное устройство исправно. Будем ремонтировать аккумулятор. Теперь необходимо проверить, какое напряжение выдает аккумулятор электровелосипеда. Для этого также выставляем переключатель на 200 вольт постоянного тока мультиметра и подсоединяем к крайним проводам, выводом плюс красному и минус черному. Напряжение сейчас очень маленькое, примерно 6 вольт, 6,6 вольт. То есть, есть проблемы в аккумуляторе. Начнем его ремонт. В первую очередь откручиваем все шрупы, которые есть на верхней крышке аккумулятора, крестообразной отверткой. И снимаем крышку осторожно вверх, чтобы не порвать провода. Теперь можно аккуратно достать аккумуляторные батареи и элементы из корпуса. Делаем все плавно, чтобы ничего не поломать. После этого нужно проверить, какое напряжение сейчас на всем блоке батарей и какое напряжение входит в эту BMS-плату контроллер. Для этого подключаем минус на вход платы, а красный плюс на силовой выход аккумулятора наружу. И посмотрим, какое напряжение. Напряжение на выходе из платы BMS 0,6 вольта, а напряжение на входе в плату BMS 52 вольта. Для того, чтобы проверить в чем проблема, в плате BMS или в каком-то из этих аккумуляторов необходимо снять разъем ребенку с BMS-платы. Вот ребенка снята. Теперь необходимо померить напряжение на каждой из пар. Здесь есть минус крайний провод. Начинаем мерять от противоположного второго вывода, используя обычную маленькую иголочку. Старайтесь не замкнуть нигде контакт. И начинаем очень осторожно замерять напряжение, начиная от первого провода, от нулевого. Иголку ставьте аккуратно, чтобы не замкнуть два контакта, иначе будет подгорание. Замеряем напряжение между черным и первым выводом. Напряжение 4,1 вольта. Теперь на это напряжение должно подниматься каждый раз это число, чтобы было все одинаково. А так мы проверим каждую пару, не снимая ее с блока. Записываем эту цифру 4,1 вольта. Итак, дальше проверяем и записываем цифры между блоками аккумуляторов. Теперь вставляем аккуратно иголку во второй разъем. Замеряем напряжение. Напряжение 8,3. 8,2. Увеличилось ровно в два раза. Итак, продолжаем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Таким образом мы видим, что на выводе 7,8 и вообще ноль. Это может быть связано с обрывом контакта или с неисправностью какой-то банки. Сейчас будем искать в чем проблема. Я помечу маркером эти провода, чтобы пойти по ним и узнать на какую пару они приходят. Вот я пошел по проводу, а вот и проблема. Видно, что провод почему-то седьмого и восьмого вывода отпаялся. Отошел вообще. Вот место пайки и почему-то он отлетел. Или такая была некачественная пайка. Теперь необходимо его припаять. Вот один оторвался. И то же самое со второй стороны. Видно оторванный провод. Почему он оторвался? Скорее всего была некачественная пайка. Сейчас я их припаяю. И начнем проверять, как себя будет вести этот аккумулятор. Освобождаем от изоляции провод на небольшом участке. Провода есть по всему-то очень тонкие, ненадежные. Я буду использовать для залуживания гелью кислоту . Короткое движение припаяем на место провод. Вот все на своем месте. Просто надежно. Заклеиваем сверху бумагу, чтобы не было короткого замыкания. После остывания олова, приклеиваем на место изоляционную прокладку. Здесь хорошо все обклеено, поэтому короткого замыкания быть не должно. Теперь осталось проверить напряжение на выводе 7,8. Подключаем тестер и замеряем напряжение. 29,3 В записываем в табличку. И 33,7 В. Теперь все должно работать. Таким образом, исходя из нашей таблицы, видно, что между этими цифрами примерно 4,1-4,2 В. То есть, это в пределах нормы. И плата БМС работает в штатном режиме. Просто она отсекла при обрыве контактов напряжение на батарею, для того, чтобы остальные аккумуляторы батареи не разрядились и не вышли из строя. Теперь подсоединяем на место вот эту гребенку разъем до платы БМС и проверим, как будет заряжаться аккумулятор. Подсоединяйте этот разъем очень осторожно, потому что здесь есть тоненькие выводы, которые можно погнуть. Поэтому делаем эту работу очень аккуратно, чтобы ничего не сломать. Вставляем до упора, чтобы разъем не выпал. И проверим, как заряжаются батареи, сколько вольт нам дает. Теперь можно установить обратно блок аккумуляторов в свой корпус. И проверить напряжение, которое выходит из этого блока. Конечно, сделано все немножко халтурно. Здесь можно было бы, конечно, побольше разместить всевозможных уплотнителей, чтобы не было шатания внутри батареи. Я это и сделаю. Теперь подключим зарядное устройство. Как видите, батарея заряжена, зарядное устройство пока не включается. После этого я добавлю сюда дополнительные прокладки для того, чтобы батарея не телепалась внутри. Возможно, из-за этого движения лишнего произошла проблема с обрывом двух проводов. Для того, чтобы батарея не прыгала больше в корпусе, я воспользуюсь куском утеплителя для водопроводной трубы. Нарежу кусочки и сложим очень плотно, чтобы батарея больше никуда не прыгала во время движения. И после этого закрываем корпус аккумулятора. Музыка После этого замеряем напряжение, выходящее из аккумулятора. Вот напряжение 54,2 В. Аккумулятор полностью заряжен и должен работать на велосипеде. Пойдем проверим, как будет работать велосипед. Устанавливаем на велосипед аккумулятор. И проверим, как он работает. Проверим, сколько сейчас заряд. Заряд полный. Включаем. Здесь также показывает полный заряд. Сейчас проверим, как будет крутить заднее колесо. Сейчас я подниму колесо и нажму газ. Колесо работает без проблем. В штатном режиме. На прошлый раз оно не крутило полностью. Вы смотрели видео о том, как отремонтировать аккумулятор на электрическом велосипеде своими руками. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.